Здравствуйте, друзья! Мы вот с нашим админом Ренатом едем в магазин покупать компьютер для нового педагога. Если вы помните, у нас было видео, где я говорил, нужен педагог, и там было с десяток предложений от людей, которые живут далеко, и в основном не занимаются тестированием, хотя вроде бы я условия так объяснил, но это обычное дело. Но, тем не менее, нашелся тот самый один, который нам был в масть, и вот у нас сегодня вышел на работу новый педагог, мы едем за компьютером. Но рассказ не об этом, а рассказ о том, что у нас в школе назревают некоторые перемены, и я хотел концептуально вам так рассказать, какие это перемены и в какую сторону мы движемся. Мы конкретно вот тут, в Кремниевой долине, имеем рынок труда, очень сильно отличающийся от всей остальной Америки. Если всюду, и мы это видим в нашем онлайновом классе, где у нас люди не местные, местных мы не берем в онлайновый класс, мы видим, что тот рынок, то есть как они работу там находят, это примерно как было здесь 10-15, может быть даже 20 лет назад, то есть примерно те же требования, те же вопросы на интервью, и как бы мы идеально, в общем-то, по содержанию, мы идеально вписываемся. Что касается местного рынка, то здесь другая динамика. И так, я смотрю, солнышко в камеру, сейчас я попробую повернуть немножко. Вот так. И здесь другие вопросы немножко задают и больше ожидают. И в общем-то, нам надо как-то соответствовать этому всему. Поэтому вот мы как бы на локальном местном рынке, мы начинаем сдвигаться. Хотя вот тот сдвиг, который здесь произойдет, в частности, приведет к тому, что в ближайшее время мы начнем очень мощные такие развернутые операции по обучению автоматизированному тестированию. Но не на всем, что движется, а на всем, что имеет как бы хороший спрос на рынке. Вот, в частности, это будет Serenium WebDriver и Apium, этот инструмент для автоматизации тестирования мобильных приложений. И REST API. Ну, в общем, вот в этом направлении мы будем двигаться. И мы пока что онлайн вот ничем такому не учили, но будем. Но это немножко как бы отсрочено, чуть-чуть отсрочено. А первоочередно мы не можем больше себе позволять находиться в режиме детского сада или в режиме там, я не знаю, детского дома, сиротского учреждения или там что-то благотворительной организации какой-то. Я не про деньги сейчас говорю, а про вытаскивание как бы тех, кто не хочет, не может, не в состоянии и так далее. И мы как-то вот все время пытались это делать, но рынок настолько усложнился. Не то, что мы не хотим этого делать или мы не любим этого делать. Наоборот, нам всегда очень нравилось, что вот есть люди, которые у них, казалось бы, и шансов нет, а мы их вытаскивали, дотягивали. Сейчас с этим сложно стало очень. То есть требования рынка изменились. Поэтому мы четко сейчас разграничим наш основной курс, который 4 модуля, который стоит там свои 4,5 тысячи на кампусе. И который ведет в основном к ручному тестированию, то есть работе по ручному тестированию. Работа такая есть, не то, чтобы ее нет, это не правда, она есть. Другое дело, что если ты этим будешь заниматься там несколько лет, то дальше встанет вопрос, что у тебя зарплата как бы, ты хочешь больше, а ничего такого ты не делаешь, чтобы было больше. То есть она немножко подрастет, но дальше уже надо заниматься автоматизацией. Поэтому мы сделаем очень мощный такой инструмент, педагогический инструмент для тех, кто уже работает и хочет научиться автоматизации. Мы это здорово сделаем, мы уже знаем, как мы сделаем и что сделаем и так далее. Но опять это немножко впереди, потому что прямо сейчас мы хотим изменить тот курс, который у нас есть вот тут. Чтобы изменить курс, который у нас есть вот тут, нам будет нужно изменить критерии, по которым у нас студенты смогут проходить как бы с одного уровня на другой уровень. Мы вводим отсев, то есть у нас раньше там мы говорили, ну не сдал и не сдал там, ну давай и дальше сдавай. Вот, сейчас мы делаем такой более жесткий отсев, то есть у нас, скажем, есть экзамен там midterm и можно сдавать будет два раза. Если ты два раза не сдал, ты можешь повторять курс, бесплатно, ты можешь еще раз бесплатно повторить этот курс. Но если ты снова два раза не сдал, то как бы наши отношения закончились и ты можешь, если вдруг тебе это приспичило, ты можешь на общих основаниях снова пойти третий раз, но в общем-то может быть не надо. Или может быть прямо сейчас не надо. Или может быть надо где-то там, я не знаю, в сеть-калочку куда-нибудь походить, там поднабраться какой-то грамотности технической и так далее. Соответственно становится более жестко в отношении английского, потому что если человек не может проходить интервью, он может быть может учиться, он способный, он там понимает то, что в классе говорят, он три раза послушает видео, два раза почитает книжку, но он не может пройти интервью, мы не можем реально его никуда отдать. У нас такие случаи сейчас начинаются, когда приходит компания интервьюировать, не вообще компания, а компания, которая у нас традиционно берет людей. И вот пару случаев там, когда разговаривали с 12, с 12 не взяли ни одного, с 14 не взяли ни одного. Я не хочу сказать, что другие тоже не берут, но мы пришли в какую-то такую точку, где не дотягивается, вот это все не дотягивается, поэтому мы как бы должны на более ранней стадии все это пресекать. Наш вступительный экзамен не будет сложнее, но есть много студентов, которые как бы, они не очень учатся, так знаете, а говорят, ну вот там на практику пойду, практика же гарантирована, правда? Вот на практику пойду и там подтянусь, понимаете? И вот это все. А как его на практику, если он не отвечает на простые вопросы? Поэтому вот мы вот эту часть как бы вынуждены пресечь. Это начнется с новых классов. Вот у нас 20 февраля, через недельку, начинается новая группа. И вот как бы начиная с нее, уже будет у нас внедрена вот эта политика более жесткая. Не потому, что нам хочется быть более жесткими, а потому, что иначе не получится ничего, понимаете? Поэтому пришел учиться, учись. Вот, ну не можешь, ну может быть и не приходи там, или я не знаю как, но в общем это не получается больше так, как раньше. Мы бы с удовольствием делали как раньше и дальше, но не получается, поэтому будут вот такие изменения. Я потом расскажу более подробно о том, как чего. А сейчас пока вот я этим ограничусь. Хорошо? Вот такая информация. Счастливо!